Всем привет дорогие друзья, меня зовут Томас Перри и это третья заключительная часть первого урока игры на гитаре, в котором мы подробно рассматриваем вопрос выбора гитары. Для тех, кто не видел предыдущие части этого урока, советую с ними ознакомиться, потому что в первой мы очень подробно рассматривали все разновидности гитар, а во второй мы рассматривали виды дерева и его влияние на звук. Сегодня мы с вами подведем некий итог, поговорим о том, на что стоит обращать внимание, как вообще стоит выбирать себе акустическую гитару и все в таком духе. Когда мне было лет 14, я отдыхал в лагере и как-то проходил мимо такого, скажем так, арт-центра, где проводят дискотеки, тусовки и так далее с гитарой. И какой-то строитель сидел на лавочке, просто курил, увидел у меня гитару, попросил поиграть, я ему дал, почему бы нет. Он играл такие обалденные вещи, ну прям действительно профессиональные, хотя вот простой обычный строитель в спецовке. И он мне сказал такую вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, что плохих гитар не бывает. На самом деле это действительно так. Любая самая дешевая и ужасная гитара в руках мастера будет звучать потрясающе. У него звучало все великолепно, хотя это была шаховская гитара, русская, вот с таким вот расстоянием струн от грифа. И он прекрасно на ней исполнял всякие красивые вещи. Поэтому при выборе гитары, конечно, все, о чем мы говорим, это стоит учитывать, но не нужно воспринимать это как прям жесточайшие правила. То есть в первую очередь гитара должна вам самим нравиться. В свою очередь я считаю, что самым главным это почувствовать гитару. То есть можно пройтись по нескольким магазинам, конечно, есть такая возможность. Я понимаю, что некоторые из вас живут далеко и можно сказать только по интернету, но если есть возможность, конечно, лучше прийти, поиграть на гитаре, почувствовать, как она сидит, как она звучит, насколько удобно вам в пальцах и так далее. То есть вам должно быть максимально комфортно. Вы должны прочувствовать инструмент, вы должны взять ее и понять, да, вот, это моя гитара, я хочу на ней играть. По крайней мере, я все свои инструменты покупал именно так. Я послушаю, да, хорошие, да, да, прикольные. Потом возьму какую-то и подумаю, да, вот, это то, что я как раз-таки и хотел. Если вам нравится, как звучит гитара, как она сидит у вас, как лежит в руках, как извлекаются ноты, то это правильный инструмент, несмотря ни на какие его факторы. И второй момент, который я также лично от себя рекомендую, если вы выбираете себе какую-то бюджетную гитару, то есть недорогую. Бюджетные гитары это за 5 тысяч и за, там, 10-15, в принципе, это еще тоже бюджетные, хотя уже более-менее солидный уровень. То есть акустическая гитара за 15, а то и 20 тысяч, это уже серьезный инструмент. Но, тем не менее, все равно бюджетные, потому что, по-хорошему, небюджетные гитары, как акустика, так и электро, стоят тысяч от 80. Как, например, Тейлор или настоящий, там, Гибсон, Мартин, качественный, из массива, не корейский, не китайский, то такие гитары стоят 80-100 тысяч, все, что ниже, это все равно бюджетные, то есть даже акустическая гитара. Ну, хотя, в принципе, акустические еще в районе 50 тоже считаются уже небюджетными. Ну, тут можно много спорить на эту тему. Так вот, что я советую? Если вы выбираете какую-то бюджетную гитару, дешевую, там, 5 тысяч, 10-15, не гонитесь за брендами. То есть не берите себе за 8 тысяч акустику Fender или, там, Гибсон и Бонесс. Просто, если вы покупаете акустику за 8 тысяч Fender, то 3-4 тысячи в этой гитаре стоит тупо название Fender. Так, серьезно, какая-нибудь менее известная раскрученная фирма за ту же самую цену предоставит вам намного более качественный инструмент. Есть такое в нашем мире, что бренды накручивают цену за счет своего имени. И, в принципе, в какой-то степени они имеют на это право. Поэтому, если вы хотите иметь в своем арсенале какую-то брендовую гитару, типа, там, Fender или Гибсон, или, может быть, может, Иванесс, то лучше подкопите денег, купите ее, действительно, тысяч за 20-30, а то и, по возможности, выше. Тогда гитара будет стоить таких денег. У многих менее известных фирм очень хорошее соотношение цены и качества. Как, например, вот в гитарах Crafter или Yamaha. Мне, вот, лично, правда, очень нравятся гитары Crafter. Поиграв на них, я был очень доволен, я считаю, что они стоят своих денег. При этом, я не скажу, что я прям поклонник фирмы Yamaha, но эту фирму я также очень сильно уважаю, потому что соотношение цены и качества действительно очень классное. И таких фирм полно, их много, все перечислять нет смысла. Так что при выборе гитары не основывайтесь, в первую очередь, прямо на бренде. Точно так же, как все советуют не брать гитару, основываясь только на внешнем виде, потому что вам все-таки на нее не смотреть, а вам на ней играть. Поэтому звучание гитары гораздо более важный фактор, нежели ее внешний вид. Итак, посмотрев первое и второе видео, вы теперь суперспециалист, вы знаете все формы гитары, все дерево, вы себе представляете уже, вы имеете уже представление о том, что вы хотите, вы приходите и берете гитару. Допустим, да, вам нравится форма, вам нравится дерево, звук, все вас устраивает, и вы хотите ее купить. И вот здесь очень важный момент. Гитару нужно хорошенько проверить. В первую очередь, нужно проверить ровность грифа. Ровность грифа проверяется тремя способами. Первый способ это на глаз, то есть вы берете гитару и вот так вот на глаз, чтобы сбоку было видно, насколько ровный гриф. Я не знаю, вам там будет видно или не видно, но по-хорошему вот так вот проверяется ровность грифа. Второй способ это линейка, либо любой продолговатый предмет. Нет, у нас есть продолговатый предмет? Продолговатый предмет, типа линейки. Наверное, у нас нет продолговатого предмета, типа линейки. Нет, ну не суть. В общем, принцип, да, у нас, скажем, нет продолговатой линейки, но принцип прост. Вы кладете линейку на гриф, только не надо класть на верхний порожек. То есть нужно класть ее на все порожки, на все ладовые порожки, кроме верхнего. И посмотреть, насколько она ровно лежит. То есть нету ли какого-то прогиба. Или, быть может, наоборот, гриф более выгнут, и по краям линейка не касается ладовых порожек. Это очень важно. Есть третий способ. Нужно прижать струну в конце грифа, шестую, и посмотреть, касается ли струна порожка на седьмом ладу. Если струна не касается порожка на седьмом ладу, значит гриф немножко выгнут в эту сторону. Если у вас гитара с неровным грифом, но в ней есть анкер. Анкер в акустических гитарах располагается вот здесь. То есть в электрогитарах обычно здесь подкручивается анкер, а в акустиках он располагается вот тут. Ключиком можно подкрутить анкер, выгнуть его либо в эту сторону, либо в эту сторону. Тем самым настроить его ровность. Дело в том, что гриф настраивается немножечко сюда, а под натяжением струн он уже встает вровень. Очень строго-настрого ни в коем случае не крутить анкер при натянутых струнах. То есть струны нужно максимально ослабить и потом крутить. Подробно о том, как настраивать гриф по анкеру, я расскажу в следующих видео. Но сразу говорю, ни в коем случае, если вы будете крутить анкер с натянутыми струнами, скорее всего в лучшем случае вы порвете струны, в худшем случае вы порвете гриф. Да, это очень даже реально. Если гриф не сильно кривой, то анкер вполне он выравнивается. Просто как правило в музыкальных магазинах не отстраивают все гитары. Ну это просто практически очень трудно. Представьте себе, там 3-4 продавца и завоз в 300 гитар. И все 300 гитар нужно сидеть и отстраивать, а на отстраивание гитары уходит далеко не 5 минут. Это довольно-таки трудоемкий процесс. Поэтому, конечно, их отстраивают так, более или менее. Уже после покупки ее стоит подготовить к игре самостоятельно. Допустим, гриф немножечко неровный. Это нормально, если есть анкер, мы это все дело с вами отстроим, о чем поговорим чуть позднее. Но, нужно посмотреть на то, чтобы гриф сам по себе вот в этой части был ровным. Если он немножко винтообразный или поведенный, то от такой гитары, конечно, лучше отказаться. Потому что винтообразный гриф уже ничем не исправишь. Повести его можно по многим причинам. Как правило, это недостаточная сушка дерева. То есть, представьте, дерево росло. У него была какая-то память. Допустим, оно, уклоняясь от ветра, росло больше вот в эту сторону. Его спилили, не до конца высушили. И дерево, даже мертвое дерево по памяти, будет клониться в эту сторону. Это проявится не сразу. Это проявится даже не через пару месяцев. Это может проявиться там через год-два. Но это проявится. И дело в том, что вы же не знаете, сколько гитары бесело в музыкальном магазине. Поэтому, если гриф уже повело, то, конечно, такую гитару не стоит брать. Также стоит определить ровность грифа по первой и шестой струне. То есть, нужно взять и очень внимательно посмотреть, чтобы расстояние от струны до конца грифа на первой... Чтобы расстояние от струны до конца грифа было одинаковым как с одной стороны, так и с другой. То есть, вы смотрите, что струна находится в равномерном расстоянии от грифа. Ну, конечно, учитывайте, что он немножко расширяется сюда. Но, допустим, струна не выходит за гриф здесь, а здесь лежит на грифе. Такого быть, конечно, ни в коем случае не должно. И точно так же по шестой струне на глаз это прекрасно видно. То есть, если с грифом было бы что-то не так, вы бы это сразу заметили. На это стоит обращать внимание. Это говорит о том, что ведет дерево в грифе или не ведет. Гитара с кривым грифом это вообще не инструмент. Дальше я советую взять гитару и проиграть каждую ноту на каждом ладу. Чтобы все ноты звучали, чтобы ни одна нота не дребезжала. Вообще, по-хорошему, стоит прослушать каждый лад на каждой струне более подробно. То есть, потому что бывают проблемные грифы. Я сталкивался с такими вещами элементарно. Например, вот здесь нота выстреливает и довольно быстро затухает. Ну, не случай с этой гитарой, я просто рассказываю свой опыт. А вот здесь разница в один тон, два лада. А вот здесь нота, допустим, уже не выстреливает и тянется намного дольше. Казалось бы, вот небольшое расстояние и на глаз ничего нельзя было определить. Но ноты были абсолютно неравномерными. Поэтому стоит, конечно, прослушать целиком каждый лад на каждой струне. Ровность грифа это очень максимальный фактор и на его проверку нужно не пожалеть времени. Потому что если вы поторопитесь, в дальнейшем вы можете об этом очень сильно пожалеть. Но, конечно, это далеко не единственный фактор. Первым сигналом о том, что гитара сделана халтурно, являются ладовые порожки. Вот эти самые. Нужно провести вот так вот пальцем и посмотреть, насколько они удобны, насколько они выпирают. Они не должны резать вам пальцы, вы не должны об них прям ударяться. Они должны быть гладкими, ровненькими и не должны, естественно, самое главное выпирать из грифа. Если такое происходит, это не проблема. Они просто потом аккуратненько подпиливаются уже после покупки дома. Это тоже важный фактор. Но это является сигналом. Скорее всего, возможно, да, это будет единственный дефект гитаре. Вы все проверите, это будет единственный минус. Конечно, такую гитару можно взять без проблем, просто немножечко их подпилить. Это не сулит ничего страшного. Но это является сигналом. Как правило, если с ними что-то не так, значит и в другой части гитары будет что-то не так. В следующую очередь нужно проверить хорошенько колки. То есть прям покрутить их. Они должны быть тугими, но не сильно тугими. Они должны довольно-таки упорно крутиться, но при этом с небольшими усилиями. То есть вы не должны напрягаться прям, как, знаете, если у кого-то было вот такие старые советские гитары, где, чтобы повернуть колок, надо прям приложить реально все усилия, и тогда он только сойдет с места. Такого быть не должно, конечно. Колки вообще по-хорошему нужно периодически смазывать. И при этом, конечно, они не должны слишком легко крутиться, потому что они в таком случае, скорее всего, не будут держать строй гитары. Далее стоит осмотреть корпус гитары. Корпус гитары нужно осмотреть тоже очень внимательно на предмет каких-то волнообразностей, неровностей. То есть корпус должен быть... В отличие от, конечно, да, если у вас там джаз-гитара с выпуклым корпусом или кублообразная задняя дека, это нормально. Но в остальном нужно очень внимательно посмотреть, чтобы все было ровно, все было аккуратно, не было нигде ни волны, ни какого-нибудь прогиба, ни выпуклости. Если что-то из этого на гитаре попадается, значит дерево очень плохо высушено, и у вас это потом в дальнейшем очень сильно отразится на звуке. Такого быть не должно. Это нужно внимательно осмотреть, все изучить. Конечно, стоит осмотреть на предмет каких-нибудь сколов, не отходит ли нигде локировка, нет ли каких-то трещин и так далее. Также стоит проверить гитару на предмет внутренних трещин в дереве. Естественно, вы их не увидите, но гитару можно простучать. Есть очень простой способ. Сразу говорю, не простукивайте ногтями и костяшками. Просто вы можете таким образом нечаянно повредить лак или корпус. И если увидят продавцы, что вы таким образом простукиваете гитару, этого как бы никто не оценит, если вас вообще не выгонят за это из магазина. Простукивать нужно вот этой частью большого пальца. Как слэпом на батт-гитаре. Вот этой частью вы берете и аккуратненько простукиваете прям всю гитару целиком. Верхнюю деку, нижнюю деку. Ну, здесь, конечно, в этой гитаре такого нету, но если будет трещина, поверьте, вы сразу это услышите. То есть, несмотря на то, что в разных часах гитара звук разный, он, в принципе, однородный. Если будет трещина, звук будет совершенно другим, и вы сразу это услышите. Это не нужно иметь суперслух, вслушиваться и так далее. Это прям действительно заметно. То есть, простучав всю гитару, убедившись, что везде хороший равномерный звук, нигде никаких трещин, то, значит, дерево плотное, хорошее, цельное, и с этой гитарой все в порядке. Также стоит обратить особое внимание на то, как приклеен бридж. Дело в том, что если бридж приклеен плохо, со временем он начнет отклеиваться. И вы понимаете, что это ничему хорошему не приведет. Он у вас отклеится, и придется относить гитару к мастерам. Очень внимательно посмотрите вот на эту часть грифа. Здесь не должно быть никаких зазоров. Он должен быть прям плотным, целиком приклеенным к деке. Если есть где-то уже небольшой зазор, то, значит, бридж отходит, и через какое-то время, причем на самом деле не очень-то долгое, скорее всего, он у вас просто-напросто отлетит. Такие случаи бывают, и, возможно, даже у кого-то было. Мне даже кто-то из вас писал про такой случай. Стоит отметить еще такой фактор, что если вы выбираете себе классическую гитару, конечно, на трэдноуте, там, джамбу или фолк гитарах, такого нету, но на классических гитарах с 12 лада, гриф крепится к корпусу именно на 12 ладу, гриф начинает коситься в сторону деки. То есть он, вот представьте, он везде идет ровно-ровно-ровно-ровно, и вот с 12 лада он начинает под углом быть скошным. Это нормально, в классических гитарах так и должно быть. То есть не во всех это есть, конечно, кто-то делает модели с этим, кто-то без этого, но если вы покупаете классическую гитару, и там есть такой вот скос на грифе, то это нормально, не пугайтесь, так, собственно, и должно быть. В принципе, это на самом деле самые основные и главные вещи, которые стоит отметить, проверить при покупке гитары. То есть если вы выбрали себе гитару, выбрали модель, вот в данном случае прекрасный дредноут из клёна, очень красивый, нравится мне, конечно, как выглядит клён на гитарах, смотрится действительно эффектно. И, по-моему, если я не ошибаюсь, это как раз-таки даже тигровый клён, хотя я могу ошибаться, может, это даже обычный клён. Вы выбрали себе модель, которая вам максимально подходит, определились с деревом на деке, на задней деке, на речайке, с грифом, с накладкой. Далее вы хорошенько поиграли на гитаре. То есть хорошенько поиграть на гитаре, это значит хорошенько поиграть на гитаре. Не нужно стесняться, бояться, что вы там сидите уже 5-7 минут, и при этом вас кто-то должен выгнать, потому что вы пришли, сидите, играете, ничего не покупаете. Это вы боитесь ни в коем случае не стоит. Если вас с такого магазина выгоняют, то это плохой магазин, серьезно. Также не стоит кидаться на первую попавшуюся гитару. То есть действительно по-хорошему походите, послушайте разные гитары, сравните, не поленитесь. Не то, чтобы пришли в магазин, взяли там первую, вторую. Да, клево, беру, все. Не надо так. Это гитара, это некое продолжение вас, и оно должно быть максимально комфортным, удобным и подчеркивающим вашу музыку. Поэтому нужно, конечно, подойти к этому вопросу очень серьезно, послушать разные гитары, походить, посмотреть. Потом можно, допустим, денек переспать. То есть вы пришли в магазин, послушали гитару, допустим, да, вот вы почувствовали, да, это ваша гитара, прям вот оно. Если вы прям 100% уверены, можете взять сразу. Если не совсем, вы можете прийти домой, еще подумать, переспать, и вот на следующий день уже со свежей головой, если все эти чувства, эмоции, ощущения у вас сохранились, что вам нужно взять эту гитару, тогда ее, да, уже можно брать. После по всем пунктам, которые мы только что описали, вы проверили свою гитару, все здорово, все устраивает, нет никаких дефектов, она хорошая, качественная, классная, тогда, да, уже можно оформлять покупку, заворачивать ее и счастливым ехать домой и начинать ее разыгрывать. Но еще, конечно, очень важный фактор о подготовке гитары к игре. То есть, когда вы купили инструмент, по-хорошему он еще не совсем готов к игре. То есть, нужно прийти домой и уделить какое-то время, полчаса, час на подготовку инструмента к игре, и тогда вы начинаете к нему играть. Мы поговорим об этом с вами в следующем видео, не прямо в следующем, а через видео, но мы подробно рассмотрим этот вопрос, я расскажу все, что нужно сделать, чтобы ваш инструмент был максимально комфортным, удобным, и чтобы игра на такой гитаре у вас не отбила никакого желания заниматься музыкой. Я думаю, на этом все. Если я что-то забыл, что-то не учел, пишите в комментариях. Мы это все читаем, я с радостью все это учту. Может быть, сниму даже какое-то дополнение, если найдется какая-то действительно интересная тема. Пишите свое мнение, насколько вам оказался полезным этот урок, состоящий из трех частей, насколько актуальна эта тема для вас. Мне будет приятно все это прочесть, услышать ваше мнение, быть может, что-то не понравилось, в чем-то вы меня поправите, я не буду против, пишите. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы не пропустить новые видео, сейчас их будет выходить много, будет много всего интересного. Вступайте в группу, там большая движуха, плюс ко всему в группе мы постим постоянно какую-то важную информацию о каких-то встречах, мероприятиях и так далее. Как, например, вот в конце августа в группе уже висит информация о том, что в конце августа будет мастер-класс Николая Стравинского. Просто на данный момент, когда мы снимаем, я еще не знаю точное число, но сейчас, когда вы смотрите видео, уже точное число есть, информация об этом висит. Приходите, кто живет в Москве, это будет очень интересно. Коля покажет обалденную тему, которую практически мало кто, если вообще кто-то, раскрывал у нас в России. Так что все, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, если вам все понравилось. Спасибо, что смотрели. Все, счастливо!